Всем привет! Меня зовут Алиса, вы на канале Мир Рыболова, а это наша еженедельная рубрика «Рыб-новости», где я рассказываю о самом интересном из мира спортивной и любительской рыбалке и всего, что около этой темы. Почему севрюга будет димовать в бассейнах? Осетры снова вернулись в Астраханскую бухту. В Ярославской области критически обмелела Волга. Гигантский сом на 150 килограмм. Как рыба может убить человека? И почему на чемпионате России спортсмены ловили недикую рыбу на диком водоеме? Смотрите в этом видео. Осетры ловятся почти на каждом забросе. Так про свою рыбалку рассказали счастливчики в одной из астраханских бухт. В сообществе «Астраханская охота и рыбалка» появилась интересная запись. Я процитирую. В бухту зашли осетры. Сейчас они тут ловятся, как самые в сентябре, практически на каждом забросе. Мы люди порядочные, чтим законы, поэтому каждого поимного карасявца отправляем обратно в родную стихию. Описали рыболовы в своем отчете. Место, где располагается эта сказочная бухта, рыбаки не называют. Ну и правильно делают, я считаю. Хотя многие интересуются. Непонятно зачем. Вообще-то ловля осетра в Астраханской области карается тюрьмой. В апреле я была в Астрахани и, как человек любопытный, поинтересовалась у гиды про браконьеров, их жизненный уклад и, в общем, все такое. Он мне рассказал то, что да, браконьерят многие. У браконьеров свои прикормленные точки. То, что местные рыболовы, добропорядочные с улочками, их не сдают и делают вид, как будто бы всего этого безобразия они просто не замечают. А что же тюремные сроки? Неужели они не боятся тюрьмы? Ну, такой, мне кажется, первый вопрос нормального человека. Да нет, не боятся. Оказывается, что каждый второй браконьер в Астрахани, он сидевший, и люди как бы осознанно идут на этот риск. Также и штрафы. Зарабатывают браконьеры на ловле осетра просто огромные-огромные деньги. Поэтому миллионные штрафы их не пугают. Тем временем осетровые типы севрюги стали настолько ценным и редким видом рыбы, то, что над их воспроизведением трудятся целые рыбоводные заводы. Так, например, на заводе Лебяжи в Маримановском районе сейчас севрюгу готовят к зимовке. Ее пересаживают в специальные пластиковые бассейны. Они установлены в теплом производственном помещении. Зимовать рыбы будут при постоянном контроле гидрохимических показателей производственными лабораториями. На заводе содержатся как выращенные от икры особи, так и одомашненные. Насколько я понимаю, одомашненные – это те, которые были выловлены, чтобы как бы спасти их от браконьеров, и помещены на завод. И вот вам два интересных факта. Для того, чтобы особь стала половозрелой, для самца севрюги должно пройти 7-12 лет, а для самки 9 и аж до 17 лет. И только тогда она сможет как бы воспроизводить подобство. Факт следующий. Как сейчас от рыбы получают черную икру? Не только на продажу, чтобы покушать, но и чтобы эту рыбу воспроизводить. В общем, раньше это было убойным методом. Ну, как бы рыбу просто убивали, вспарывали ей живот, доставали икру. В общем, ученые над этим работали-работали, поэтому придумали следующий способ. Рыбе чуть-чуть делают такое кесаревое сечение, ну вот прям как женщины в роддомах, извлекают икру, и потом это зашивают. При таком методе, в общем, выживает достаточно много рыб, но все равно есть и потери. А когда эти потери в виде какой-нибудь там 100-килограммовой белуги, это очень и очень обидно. Поэтому сейчас мы так давно, несколько лет назад, активно стали использовать другой метод. Рыбе делают гормональные уколы, что вызывает у них преждевременные роды. И эту икру сцеживают. То есть рыбу прямо вот так вот берут, как-то в обнимку вот так вот по животу ее гладят, и сцеживают эту икру. И в и том, и другом способе, то есть и как при кесаревом сечении, и как при сцеживании или сдаивании икры, рыбе делают ультразвуковое исследование, чтобы понять, на каком этапе сейчас находится созревание икры внутри нее. Вы только вдумайтесь, до чего мы дожили и как мы истребили рыбу, что теперь, чтобы осетровые совсем не исчезли с лица земли, рыбе нужно делать УЗИ. Все старания ученых и технологов, это, конечно, очень благородно. Но имеет ли смысл выпускать мальков осетра в некоторые регионы России, где течет Волга, если она критически обмелевает? Например, так, как сейчас в Ярославской области. Местные жители сообщили, что уже две недели закрыта переправа из-за очень низкого уровня воды. Между тем, всерьез обеспокоены рыбаки. Они также говорят о критически низком уровне воды на Рыбинском море. Давно такого не было. Если зимой воду еще скинуть, не миновать завора. Те места, где когда-то ловил рыбу, теперь сушим, говорит автор флота Никита Цветков. И это только маленькая песчинка из горы проблем с уровнем воды, из-за которого погибает очень и очень много рыбы. И если вам интересно, то очень сильно рекомендую вам посмотреть документальный фильм «Волга высыхает. Есть ли будущее у главной реки России» на канале Сортировочный. Там небезразличные люди подробно рассказали о причинах и последствиях. Я посмотрела пару дней назад и до сих пор нахожусь под глубоким впечатлением. Телеведущий, блогер, рыболов Якуб Вагнер поймал самого большого сома в истории Чехии. Его размер составил 2 метра 64 сантиметра. Рыболов своего трофея не взвешивал, потому что это просто технически сложно. Рыбу он измерил и отпустил обратно в водоем. Но если верить таблицам из интернета и соотношение роста, возраста и веса рыбы, то вес гиганта составил порядка 150 килограмм, а живет он на этой планете аж целых 40 лет. Представляете, не все люди доживают. Не знаю, как вы, а я в детстве просто обожала расспрашивать папу. Типа того, что пап, а какая самая большая рыба может быть? Пап, а какую самую большую щуку ты поймал? А сама? А судака? И все в таком духе. Да и сейчас я мучаю гугл такими запросами, типа вес самой большой щуки или какой самый большой судак? Ну просто мне интересно. И старинные фотографии с 20 века, такие черно-белые, с огромными рыбами, меня до сих пор завораживают, я их люблю разглядывать, хоть я уже и взрослая девочка. А вы любите такие фотки разглядывать, смотрите на трофеев. Все знают, что белая акула может убить человека. Хотя справедливости ради надо заметить то, что люди убивают белых акул гораздо больше, чем те их. А иногда даже просто отпиливают им плавники и выкидывают бедных умирающих существ в воду, а из плавников делают суп. Не знаю, как вам, а мне вот по большей массе жалко акул, чем людей. Но сегодня не об этом. Сегодня у нас просто жуткая история про рыбу-меч. В Индонезии итальянскую серфершу Джулию Манфрини не удалось спасти после столкновения с рыбой-мечом. Девушка занималась серфингом, вдруг из воды выпрыгнула рыба-меч и случайно ударила женщину в грудь острым носом. Он пронзил ее сердце на 5 сантиметров в грудь, и она скончалась. И это второй случай в истории, когда встреча рыбы-меч и человека закончилась гибелью человека. Первый произошел в 2015 году, когда рыбак с лодки загарпунил рыбу-меч, но лень от гарпуна запутался в якорной цепи, и рыбак прыгнул в воду, чтобы освободить снасти. Внезапно рыба-меч развернулась, ударила рыбака в грудь, и он скончался на месте. Рыба-меч одна из самых быстрых рыб. Она развивает скорость до 100 километров в час при атаке. Ну а теперь в солнечных Гавайев перенесемся в солнечный Дагестан, где рыбы не такие страшные. Там 26-27 октября проходил чемпионат России по ломбиспиннигам с берега. Участвовали порядка 50 человек в составе 16 команд. Что интересно, рыбу они ловили не дикую форель, ну то есть, казалось бы, Дагестан, горы высоко, в горах природы дикая форель. Нет, рыбу они ловили ту, которая была выпущена, то есть радужную форель прудовую купили на рыбозаводах, рыбхозах, выпустили и потом ловили. Почему так происходит? Потому что, как сообщают организаторы, рыбы в реке очень мало. И если бы участники ловили ту рыбу, которая есть, то, может быть, там на всех они поймали бы 2 или 3 за день. Но это просто невозможно, как проводить чемпионат, если рыбы нет. Так что приходится действовать вот такими методами. И немного грустно становится от того, что организаторы сообщают, что браконьеры, ну и, может быть, просто рыболовы с удочками, они уже стоят во время чемпионата и спрашивают, а когда закончится соревнование, да, то есть, ну, просто хотят, чтобы люди побыстрее оттуда ушли, и как бы можно было там сеточками, электроудочками всю эту форель подвыбить. И это очень-очень сильно печально. Что-то с этими грустными историями про форель я совсем забыла сказать про победителей и призеров. Это же самое важное, все-таки, чемпионат России проходил. Итак, победители и призеры в командном зачете. Первое место. Команда «Санкт-Петербург-1». Второе место. Команда «Москва-1». Третье место. Республика Мордовия. Победители и призеры в личном зачете. Первое место. Евгений Ташлыков. Второе место. Алексей Родионов. Третье место. Александр Воробьев. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте про участие в нашем конкурсе. Присылайте интересные, а главное, достоверные новости. Пишите их в комментариях со ссылочками. А редакция «Мир рыболова» определит самую интересную новость и подарит 5 пачек резины для ловли хищника. Пахнет бомба. Сегодня вообще получилось еще лучше, чем вчера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова